Ремонт Харьковской филармонии, который тянется с 2005-го, вот-вот закончится. В Большом Зале уже приступили к отделочным работам, заказали мебель и готовятся проверить акустику, продолжат наши корреспонденты. Пока на лесах под потолком рабочие золотом вырисовывают вензеля на лепнине, на полу Большого Зала филармонии уже всё готово для укладки дубового паркета. Укладывается паркет на вот такую вот идеально ровную и такой же паркет ровный укладывается на клею. Большой зал филармонии на 777 мест уже почти готов. Под Харьковом на фабрике для него сейчас делают кресла, точные копии тех, что были в 19 веке. А из Тернополя ждут люстры. Люстры делают украинская фабрика. Они будут порядка 300 килограмм весить, покрыты золотом. Там целые хрустальные очень красивые люстры, такие же, как были в оригинале, но с современными экономичными лампочками. За кулуарами очертания будущего вестибюля. За этой стеной, за кулуарами находится главный вестибюль. Там идут ещё строительно-монтажные работы по каркасу здания. В данный момент идёт монтаж кровли. Главный дирижёр филармонии уверен, здесь будет отличная акустика. Её обеспечит специальная ракушка, которая соберёт все звуки со сцены и направит их прямо к зрителям. А сцена-трансформер сделает зал приспособленным для любого вида искусства. Здесь посмотреть можно будет и балет, и оперу, и любой концерт. Послушать здесь звёзд мирового уровня абсолютно во всех жанрах. Благодаря тому, что яма поднимается, опускается, мы можем видеть оркестр впереди. Или наоборот, если яма закрывается, то мы имеем возможность увеличить зал. Вместе с Органным новый большой зал превратится в огромный филармонический комплекс. В целом комплекс сможет вмещать около полторы тысячи людей одновременно. Есть финансирование из государственного бюджета, из областного бюджета. Строительные работы идут максимальным темпом. Важно, что это не просто строительные, а культурно-исторические объекты. Так как на этой сцене и в этом зале выступали Шаляпин, были со своими премьерами и концертами Чайковский, Рахманином, Хачатурян. После каникул музыканты смогут провести первую репетицию в новом зале. А для зрителей обновленная филармония откроется в начале следующего года. Константин Редин, Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков.